Субтитры делал DimaTorzok 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 Важная штука Успех Силовые терминалы под 0 ГА Субтитры делал DimaTorzok Винты под нише сеграника Кому-то нравится, кому-то нет Достаточно качественный разъем RCA И фильтры, которые позволяют резать либо до 500 Гц, либо до 5 кГц, что тоже важно. Ну и естественно Sapsonic, который регулируется от 10 до 100 Гц. Дальше Gain, Bass Boost, это все понятно. Давайте попробуем. Коробочку закроем, наверное. Услитель здесь полежит пока. Для чего данный усилитель можно использовать? Для чего его используют те люди, которые за ним обращаются? Очевидно, что можно и на сабвуфер поставить. Это было достаточно интересным использованием. Но большинство выбирают вариант, когда нужен мощный усилитель для мощного фронта. Мид-басы, Kings Audio, TSR Neo, Sundown Audio Pro, либо любые другие динамики, которые требуют серьезной мощности. А это как раз то, что нужно в случае с данным усилителем. Не игрушка, не начинающих. Ладно, но сделаем то, что мы еще не делали на нашем канале. Когда-то это должно было произойти. Это произойдет именно сейчас. Мы вскрываем этот усилитель и покажем вам внутренности. Благо тут нет пломбы, которая говорит о том, что если вы откроете, то высветите с гарантией. Поэтому можно спокойно полюбоваться, что там внутри. И, соответственно, обсудить, что мы там увидим. Знаю, многие любят сравнивать различные усилители, их внутренности, комплектующие. Думаю, многие смогут сразу найти какие-нибудь, может быть, даже аналоги данного усилителя. И сходу мне приходит в голову, кстати, если говорить про аналоги, Alphard HLX 2.300. Был такой усилитель сравнительно недавно у компании Alphard. Последние полгода он из прайсов исчез. Точнее, он исчез из наличия на складе. Видимо, это как-то связано с ростом курса доллара. Но он, кстати, тоже был достаточно интересный. Я тоже обещал схожие параметры с данным усилителем Tornado Sound. Поэтому вот риск у нас был для сравнения HLX 3.0. Мы бы сейчас сравнили. Но, опять же, имея определенные данные о том, как производятся данные усилители, мы можем с большой верой долей уверенности сказать, что здесь внутри всё будет хорошо. Можно не терять сейчас винтики. Осталось ещё буквально пару штук. И мы сможем заглянуть внутрь. Кстати, важно будет отметить тот факт, что на задней крышке усилителя достаточно большое количество отверстий для вентиляции. Что говорит о том, что при монтаже этого усилителя стоит позаботиться о том, чтобы к этим депрессионным отверстиям был доступ к воздуху. То есть не в плату его привинчивать к тому же фальшполу, или, не дай бог, корму, а сделать какие-то проставки, чтобы всё-таки воздух вон попадать. Значит, внутрь усилителя. Понятное дело, что роль радиатора исполняет сам внешний комплекс. И он здесь очень массивный. Я уже упомянул, что весит достаточно много. Аккуратненько. О, мышечка снята. Ладно, я не буду это комментировать. Не моё дело. Пускай электроники и радиолюбители комментируют, что именно здесь есть. А я вам просто покажу. Так как камера у нас сегодня немножко статична, я просто поднесу усилитель к камере. И вы сможете посмотреть. Там видно что-нибудь? Нет, так видно? О. О. Ну, надеюсь, всем, кто надо, все же взглядели то, что вам интересно. Я, кстати, сделаю фотки, я их выложу в группу, так что, в принципе, если что-нибудь не увидели, вы увидите там. Вот. Такой вот двухканальничек у нас. у компании Kicks и Tornado Sound, потому что лично моё мнение, я забыл телефон, чтобы сфотографировать, значит, лично моё мнение, что... камера куда-то... О, меня видно? Привет ещё раз. Так вот. Говоря о продукции Tornado Sound, я бы на самом деле говорил даже не о продукции Kicks, потому что, опять же, исходя из того, что я знаю, про те же самые усилитель совершенно разные заводы, разный уровень технологических решений, разный уровень комплектующих. Поэтому, если ранее вы по каким-то причинам, скажем так, поставили крест на продукцию Kicks, то как раз вот линейка Tornado Sound это тот момент, когда следует вновь обратить на них внимание. Потому что, опять же, оговорюсь, цена на вот этот усилитель, относительно его технических характеристик, взаимной мощности и, собственно, тех комплектующих, которые использованы для его создания, цена очень-очень привлекательная. И, как бы, на данный момент другого усилителя подобных мощностых характеристик на рынке нету. Ну, если, опять же, не рассматривать, например, X-Cup 29 или что-то аналогичное. Мощный и качественный усилитель, это вот этот вариант. 22,5 тысячи рублей. Шикарная-шикарная цена. Вот. Если будет какое-то время у нас, мы постараемся замерить мощность и может даже запилить обзор о том, как оно играет. Вот. О других новостях. У нас работает стенд. Значит, мы сможем показать стенд? Наш стенд. Давайте. Тут немножко свободного места еще осталось. Если у кого-то есть какие-то динамики, собственно говоря, размера 13 сантиметров, мы можем их туда поставить. Вот. Но у нас функционирует стенд. Вот. Тут есть различные динамики. Вот. Они все работают. Включаются. Альфорт Аудио, Мачете, ММ60. Может быть, мой любимый динамик на данный момент. И в данном стенд, с учетом той мощности, которая сейчас подается, играет лучше всего. Удивление из-за всего многообразия тех динамиков, которые у нас есть в магазине, для ММ60 играет лучше всех. Но это как бы... Этому есть определенные объяснения. Да. Это в основном происходит из-за того, что это, наверное, наименее мощный из всех динамиков здесь. Вот. Поэтому, как бы, ему играть проще. Плюс остальные динамики еще не совсем размяты. Вот. Тут тоже есть дырочки. Вот. В общем, ММ60 руль. Не подумайте, что сегодня только кикс, там, и один только кикс, и все явно, что называется. Вот. В общем, я знаю, многие просят обзор по стенду, там, снять, как, что играет. Если честно, мое мнение, видео не передает то, как играет динамик. И, опять же, даже стенд не передает то, как играет там, отдельно взятый динамик. Потому что все равно, все равно слушать в машине, там, справедливая настройка, справедливое оформление. Там, салон все равно внесет свои коррективы, да. То есть, даже вот на том же самом примере ММ60, да, вот так вот, если просто зайти, потыкать любой динамик, просто реально скажешь, что вот ММ60 лучший динамик, да, вот так вот. Если не разбираться в вопросе. Но вот это и особенности прослушки именно в стенде, да, когда вот, типа, давайте послушаем. Ну, можно слушать. Ну вот. Но важно еще понимать, почему и, как бы, что влияет на в качестве динамики. Послушаем. Я, кстати говоря, это так, что ММ60 отличный динамик. Вот. Варили. А, поставим как-нибудь отдельно с ним все же что-нибудь, постараемся сделать это толково. Может быть, какой-то микрофон действительно поставим. Хотя, опять же, я говорю, наличие микрофона, оно ни о чем абсолютно говорит, кроме как, собственно, больше, это будет больше даже у акустики самого включения, да, и особенности стена, чем у особенностей тех динамиков, которые мы его используем. Вот. Вот. В общем, еще раз. Фикс Tornado Sound 300.2. Значит, еще скоро у нас будет 175.4. Тоже очень интересный усилитель. Очень востребованный для мощных, опять же, фронтов. Постараемся его тоже показать. Ну вот. Ну а это у нас вот то, что есть сегодня. Кстати, фотки в группе. Скоро напишем какой-то обзор. Постараемся снять мощность. Ну и что-нибудь о том, как оно играет и как звучит. Потому что это тот самый случай, когда вы покупаете не просто мощность, а в том числе звук, и надежность, и, соответственно, возможности, грамотно порезать вашу акустику. Так что sundownaudio.ru, Geekster, Tornado Sound и все прочие наши любимые бренды. Все с вами. Так что, всем пока. До свидания.